Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Кумертау с рабочим визитом посетили руководители администрации главы Башкортостана Владимир Нагорный и министр ЖКХ Республики Сергей Афонин. Делегация под их руководством побывала на городской ТЭЦ, на стройплощадке будущей ледовой арены, Кума ПП и других объектах. Последним официальным мероприятием в рамках визита стал прием граждан по личным вопросам. Подробности его знает Константин Меркушев. Официальный визит начался с посещения Кумертауской ТЭЦ. В конце прошлого года здесь сменился собственник. Эта ситуация обсуждалась на уровне главы республики. Новый владелец выполнил все поставленные перед ним условия. На предприятии сохранили рабочие места. Ведется подготовка к реконструкции. Убедился, что пока все обязательства, которые он брал на себя при покупке данного объекта, он выполняет. Мы услышали от него заверение о том, что предприятие будет развиваться. Те объемы и тепла, и электроэнергии, которые производит ТЭЦ, они будут реализовываться. Кроме всего, собственник планирует стать резидентом ТОССАР и открыть Кумертау новые производства, не связанные с текущей деятельностью. Рабочие места будут создаваться. Я, Владимир Владимирович, говорил про это дело. В том числе, например, потребность керамической облицовочной плитки очень большая. И по Башкирии тоже мы встречались с разговариванием. Там в Подмосковье предприятие. Сейчас веду разговор о том, чтобы... Здесь открыли, да? Да. Именно здесь построили цех, открыли здесь предприятие, набрали людей. В планах организация трех предприятий с созданием 700 новых рабочих мест. Далее делегация посетила Ледовую арену. Гости лично убедились, что основной этап строительно-монтажных работ завершился. Вместимость арены рассчитана на 600 посадочных мест. Финансы, которые были выделены, освоены. Это 132 миллиона рублей. Чтобы закончить строительство Ледовой арены, рабочие ждут новые этапы финансирования. По словам Владимира Нагорного, ассигнование последует. И в течение шести месяцев после получения очередного транша объект будет сдан в эксплуатацию. Делегация побывала в инновационно-производственном предприятии. Гостей на заводе встречал управляющий директор Юрий Пуставгаров. По его словам, загрузка и есть. Заказы выполняются в полном объеме. Это производство новой техники для внутреннего и внешнего рынка. И оборонзаказ по ремонту и модернизации вертолетов, ранее произведенных на КУМ-АПП. Еще одна точка в маршруте гостей – новый жилой квартал по улице Заслонова, где в рамках программы «Переселение граждан» из аварийного жилья построены трехэтажные многовартирные дома. По словам жителей, произошли большие изменения. На этом месте был пустырь, а сейчас – полноценный благоприятный двор с прилегающей территорией. Завершился объезд городских объектов посещением дворца угольщиков. В январе дворец был закрыт на реконструкцию. Подрядчик приступил к ремонтным работам сразу же. Сроки на работу отведены небольшие. Уже 1 июня учреждение культуры должно вновь распахнуть свои двери перед горожанами. Всего на ремонт будет потрачено около 35 миллионов рублей. Сейчас во дворце полным ходом идет замена электропроводки и замена напольного покрытия. Сейчас на объекте трутся 19 человек. На следующей неделе к ним присоединятся еще и плиточники. Во второй половине дня Владимир Нагорный и Сергей Афонин провели прием граждан. Более десятка жителей города воспользовались возможностью задать вопросы чиновникам. Руководитель администрации главы региона и министр жилищно-коммунального хозяйства внимательно выслушали каждого. Кому-то дали советы по выходу из сложной ситуации, а чьи-то проблемы взяли под личный контроль. В завершении рабочей поездки Владимир Нагорный поделился с журналистами своими впечатлениями, которые сложились у него за время визита о нашем городе. В декабре было принято решение, чтобы придать статус территории, опережающей социально-экономическое развитие города. Всего таких в Российской Федерации 11. Из них два города это из нашей республики. То есть, вы сами понимаете, что пройти конкурс дорогого стоит. Ну, собственно, вот это пока будет такая оценка, что действительно это большая заслуга администрации города, что наш город Кумертау вошел в этот список. И, конечно же, мы все надеемся, даже уверены, на уровне правительства, глава республики, а потом сейчас говорит, что это решение даст возможность развить, продолжать развивать город Кумертау. Константин Меркушев, Амир Кидрасов, Владимир Кузьмин, Телекомпания «Арис». В Башкортостане продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. Она помогает населению решить задачи социального значения. Ключевым элементом поддержки является отбор и финансирование проектов, инициированных самим населением. В этом году жители Куиргазинского района начали активную работу в этом направлении. В эти дни практически во всех сельских поселениях проводятся уже итоговые собрания, на которых принимаются конкретные решения. Вопросов местного значения много. Необходим ремонт дорог, систем водоснабжения и освещения, благоустройство дворов и так далее. Решить эти проблемы и призвана программа поддержки местных инициатив. Об этом говорила на встречах начальник финнуправления Куиргазинского района Альфия Азыкова. В реализации проектов основную финансовую помощь оказывает республика до 1 миллиона рублей. Однако, чтобы ее получить, средства должны вложить как сельское поселение, так и сами жители и спонсоры. В итоге можно реализовать самые смелые идеи, говорит консультант Азнабай Бадамшин. Успешность данной программы еще на стадии пилотного проекта он проверил на практике на своей родине в Дианчуринском районе Башкортостана. Республика выделяет 300 миллионов рублей на условиях конкурса. С одного сельского поселения может участвовать один населенный пункт и претендовать на 1 миллион рублей. Минимум от запрашиваемой суммы республики население должно собрать 3%, а 100 баллов по этой статье будет, когда он будет вносить в население, 15% от запрашиваемой суммы. Также местный бюджет минимум должен вкладывать 5%, чтобы набрать 100 баллов, 15%. И у спонсоров минимальной суммы нет, максимум 15% от запрашиваемой суммы республики, если соберут, то тоже будет 100 баллов. В селе Новом Урапталово, казалось бы, очень развита инфраструктура. Однако, как говорится, в хозяйстве все пригодится. Тем более, что здесь проживают около полутора тысяч человек. Поэтому идей у населения еще на предварительном собрании было много, говорит глава сельского поселения Оскар Кинжалеев. Основными вопросами предварительно и в прошлом году мы участвовали, это асфальтированные улицы. У нас есть необходимые улицы, есть которые улицы вообще не асфальтированы, просто гравийная подсыпка имеется. Также актуальные вопросы у нас необходимы. Есть инициативная группа, которая предлагает купить трактор. На итоговом собрании нужно было принимать окончательное решение. При этом граждане не только вносят собственные средства, но и имеют право контролировать ход реализации проекта. Путем открытого голосования Новому Урапталовцы единогласно решили облагородить и огородить сельское кладбище. Такие святые места должны быть в порядке, считают жители. Тем более, что нельзя упускать шансы воспользоваться поддержкой на таких выгодных условиях, говорят здесь. Я думаю, как дали нам такую возможность, надо использовать. От этого давно мечта народа. По предложению самих же жителей, для реализации проекта с каждого двора решено собрать по 500 рублей. Но это еще не все. Проект должен будет пройти конкурсный отбор. Для того, чтобы выиграть экспертные комиссии, нужно представить не только протоколы собраний и фотоотчеты. Должно быть предусмотрено трудовое участие инициативных людей, спонсорская помощь, а также нужно подготовить творческие работы по данной проблеме. Все это увеличит шансы на победу. В ходе встреч уточнили о выполнении еще одного требования. Земля, на которой планируется реализация проекта, должна быть оформлена в собственность сельского поселения. Например, еще на предварительном сходе граждан сели Отрада было решено создать парк на территории сельского дома культуры. В ходе анкетирования 80% населения проголосовали за данную идею. Однако оказалось, что земля не оформлена, а на это требуется время. Поэтому данный проект отложили на следующий год. На данном участке будет проведен дополнительный опрос населения. Проект сам замечательный. Я, например, когда про него услышал, я загорелся. Как бы вот наконец-то мы этот вопрос все-таки... Я здесь 30 лет живу, 33 года, да? И все время этот вопрос как бы он висит. И вот наконец-то вроде бы появилась возможность немножко что-то тронуть. Потому что вопросов много. В 30 километрах от районного центра расположен один из самых крупных сельских поселений – Якшимбетовский сельский совет. Он включает 18 близлежащих деревень. Только в самом Якшимбетово расположено 267 дворов. Здесь проживают около 900 человек. Жители активно пришли на собрание по выбору приоритетного для села проекта. Вместо положенного 10% населения пришли намного больше. Это еще раз подтвердило о неравнодушности жителей к судьбе своей земли. На собрании еще раз ознакомились с условиями программы, услышали ответы на интересующие вопросы. Идея проекта у населения рассматривалась еще на предварительном собрании. Это приобретение трактора. Техника, конечно, есть в хозяйстве «Искра», но она в первую очередь предназначена для сельскохозяйственных работ. Трактор – это сегодня необходимость. Необходимость в том плане, что самый заснеженный район у нас – это, во-первых, очистка снега внутри населенного пункта, это школы, по детским школам, к водоему пожарному, это обязательно мы каждый день чистим, почти к детским садам. Таким учреждениям трактор зимой нужен. А вот на летнее время мы хотим организовать вывоз мусора по расписанию, чтобы вывозился твердый бытовой охотой. В итоге единогласным решением утвердили проект приобретения трактора. Населению он обойдется в 300 рублей с каждого двора. Сбором денег будет заниматься инициативная группа, утвержденная на собрании. В части внесения средств местного сельсовета готов помочь муниципалитет. Теперь конкурсантам остается убедить конкурсную комиссию в необходимости данных проектов. Все документы нужно сдать до 1 марта. В мае будет подведен итог. Благоустроить учреждения культуры, построить водопровод или же спортивный объект. Решение принимают сами жители. Реализовать свои идеи можно благодаря региональному проекту «Реальные дела». Именно в рамках этой программы в селе Якшимбетово Кургазинского района появилась своя хоккейная коробка. Торжественное открытие посетила и наша съемочная группа. Открытие ледовой площадки в Якшимбетово стал настоящим праздником для сельчан. Поэтому многие пришли на мероприятие с семьями. Больше радости, наверное, у юных хоккеистов. Раньше погонять шайбу мальчишке приходилось идти на речку. А это небезопасно. Теперь для игры в хоккей построена современная коробка площадью 800 квадратных метров. Мы очень рады, что построили эту коробку. Для ребят очень хорошо. Торжественное открытие стало знаменательным событием не только для якшимбетовцев. Это событие районного масштаба. Поэтому разделить радость сельчан приехал глава муниципального района Ахат Кутлу Ахметов. Он пожелал юным спортсменам успехов. В подарок от администрации и спорткомитета Ахат Евдатович передал 10 пар коньков. Также детская и юношеская спортивная школа подарила форму для спортсменов. Предприниматели обещали клюшки. Я думаю, что это не только для детей. Эта хоккейная коробка будет служить и для взрослого населения. Все-таки спорт есть спорт. Спорт надо любить, спорт ценить надо, уважать надо и видеть надо. Поэтому сегодняшнее событие, я думаю, будет только помогать нашим детям в учебе, взрослым, чтобы дети были под контролем и так далее. Самое главное, чтобы травмы дети не получали. Строительство хоккейной коробки стало возможным благодаря участию в программе «Реальные дела» партии «Единая Россия», согласно которой из республики выделено 160 тысяч рублей, сельским советом 55 тысяч, и жители села собрали 44 тысячи рублей. Работы выполнены предприятием «Автобаш-сервис». Местные жители также не остались в стороне. Родители детей и просто неравнодушные люди оказывали свою посильную помощь в строительстве. На торжественном мероприятии они все были отмечены благодарственными письмами. Это огромная радость, потому что это мечта. Мы в детстве там мечтали об этой хоккейной коробке. Ладно, у нас рядом тут река Кюргаза, мы туда ходили играть, хоккей там очищали. Но такой возможности, чтобы хоккейную коробку раньше не было строить, конечно. Это мечта всех, я думаю, наверное, все детворы и все сельское поселение. Хоккейная команда сформирована в трех возрастных категориях. Для работы с ребятами назначен тренер. Появление новой команды в районе повысит дух соперничества, а значит, будет повышаться и мастерство хоккеистов, отметил начальник спорткомитета Василий Копылов. После торжественного открытия спортивной площадки состоялись показательные выступления более опытных ребят района. Это последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!